всех приветствую себя на канале видео будет называться как нужно отдыхать правильно на самом деле тема очень обширная я сначала хотел сделать такое видео в таком легком стиле вот расслабленным но потом понял что на самом деле очень серьезное видео и очень много подводных камней и многие люди не всегда понимают как надо правильно отдыхать что для этого нужно как планировать этот отдых какой он бывает потому что нагрузки разные бывают нагрузки бывают физически на физическое тело а психологические нагрузки психически и нагрузки на головной мозг то есть умственная работа вот как у меня например да иногда я после работы на даже не иногда при почти всегда редко бывает такое что есть моменты отдыха когда выходишь на улицу 12 часов ночью тебя просто мозг огнем горит просто такое ощущение что вы подожгли там и он горит постоянно ты выходишь на улицу просто охладиться то есть или работы что у тебя тело разогревается такой степени от умственного труда открываешь все окна дома ты понимаешь то же самое сравнение когда в хирургии работал за операционном столе столом оперировал то есть хирурги которые ставят за операционным столом им всегда гораздо жарче чем тем людям наблюдающим которые ставят вокруг анестезиологом медсестрам просто наблюдающим различным ординатором аспирантом который наблюдает за операциям со стороны то есть на несколько градусов врачам всегда жарче то есть для них микроклимат формируется прежде всего в операционной также здесь когда работаешь то есть вроде бы в доме там людям нормально тебе жарко потому что очень нагрузка большая на мозг не то есть не все это понимают или просто до таких нагрузок никто не доходил то есть это тоже и люди когда много много физически работают то прежде всего им можно с книжкой полежать почитать книжку выходной день посидеть за столом почитать за столом там да где-то на природе в гамаке полежать вот подышать свежим воздухом там если там закрытом помещении человек работает значит отдых на открытом воздухе если наоборот постоянно на открытом воздухе человек что-то физически делать значит можно дома где-то с книжкой посидеть почитать если физическая нагрузка да можно на телевизор посмотреть какие-то интересные природные передачи там до который успокаивает книжки почитать там не знаю и так далее вплоть даже до компьютерных игр каких-то расслабляющих хотя компьютерные игры не всем людям показаны это очень важно понимать когда у человека идет очень все те же медитации например да обалденно для расслабления тоже и тело как бы да есть и те же йога например физическая дата типа хатхи йога то есть очень хорошо можно протянуться как вода кровоснабжение улучшается и так далее хотя после физической нагрузки больше такая расслабляющая йога нужно когда психологическая какая-то нагрузка прямо очень очень сильная когда то есть человеку надо создать для себя такой мир чтобы в этот момент все что его раздражает ушло его из его жизни то есть раздражает друзья с которым общаются родственники убрать их уехать на природу в лес все находиться в лесу ни о чем не думать убрать телефоны все и так далее то есть те кто с телефонами работы тоже все телефоны отключить уехать и так далее любой мозг требует отдыха то есть вот я там смотрел одну женщину я уже говорил как-то в одной лекции но она только мозгом занимается мозг должен отдыхать то есть допустим человек работает где-то в офисе приходит домой там опять телевизор опять что-то читает смотрят новости читаются в телефоне какие-то новости то есть нужно просто отключить мозг то есть никакой информации не должно поступать то есть мозг просто отдыхает это очень важно также глаза например да когда всеми с телефоном читая в телефоне читайте ночью информацию глаза устают начинают зрение портится это тоже нужно иметь ввиду научиться нужно слушать свой организм то есть нужно понимать сочетать и работу и отдых полноценный то есть если вы постоянно допустим как я до много лет будете все время работать 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 то есть не каждый это выдержит во первых это выдерживает только ну определенные мощные организмы которые могут долго скажем так в таком режиме же это тоже очень вредно очень плохо нужно конечно стараться чтобы и мозг и тело отдыхала обязательно и там допустим знаете что пять дней в неделю у вас работа вы работаете все в остальные дни там вы отдыхаете если чрезмерная нагрузка если равен нагрузка не чрезмерная то в принципе можно там и один день полностью отдыхать и так далее понятно что каждого семьи свои нагрузки свои дела но по самочувствию то есть если вы понимаете что у вас семья большая от вас какая-то нагрузка требуется даже есть такие методы когда муж дает жене отдохнуть то сейчас например до час например утром и час вечером то есть никто не трогать жену она идет там отдыхает медитируют спит просто на улицу куда-то в парк выйдет одна и также мужа например час утром час вечером освобождает его от всех обязанностей человек отдыхает просто то есть он выбирает какое-то свое занятие там спортзал пошел позанимался там да если много физически человек умственно человек много работает и так далее то есть чередование физически работаешь тело отдыхает значит задействуем мозг в отдыхе активный отдых или наоборот когда человек постоянно мозгом работает то физический человек может позаниматься часик там разогнать кровь по организму и плюс когда сидячая работа там естественно нужно коробращение что малого таза увеличивалась вот чтобы это геморрой не приводило к улучшению потенции так далее то есть после 40 это очень важно вот эта очередность отдыха очень важно то есть все зависит какой у вас образ жизни да то есть если вы все ими пошли тогда на выходные отдыхаете если есть возможность чередовать там сколько-то часов поработали сколько-то часов отдыхаете то есть такое тоже и все зависит от вашего образа жизни возможности это делать хорошо когда человек на себя работает да то есть он может сам хочешь работаешь хочешь не работаешь сам себе хозяин всегда нужно отделять работу от отдыха то есть это очень важно понимать плавание очень хорошо помогает расслабляться очень хорошо помогает расслабляться души контрастный душ просто душ то есть человек расслабляется вода убирает негатив медитация очень классно помогает просто медитации очень много разных видов расслабление физического тела на отсутствие мыслей и так далее если конечно вы уже не справляетесь с какими-то нагрузками надо поменять вид деятельности то есть опять же годом до 40 до 50 лет как бы вроде все хорошо но все зависит от вашего образ жизни от вашего питания от вашей нагрузки от вашей семьи насколько активны дети там жена мозг выносит не выносит или наоборот вот это все очень сильно играет значение то есть приходишь домой на работе напрягают еще жена начинает мозги пилить компонсировать кто-то сам в этом виноват просто у кого-то такой характер то есть вместо того чтобы отдохнуть дома там создать уют какой-то то человек тебе еще дома перед мозг такое тоже есть ну либо менять жену либо мужа как бы да вот либо работу менять то есть каждый уже определяется надо не забывать что сон сон очень важен если человек мало спит у него нагрузка большая физическая умственно то человек долго так не протянет садится иммунитет человек чаще болеть начинает различные простудными вирусными заболеваниями так что с отдыхом не шутите отдыхать обязательно надо отключаться от всего все закрыл дверь все меня нету спать отдыхать физического то увидите после этого ваша жизнь поменяется в лучшую сторону и головной мозг будет лучше работать до тоже когда много работаешь по себе знаю даже память ухудшается настолько что мозг устает очень очень конкретно также очень важно соблюдать информационную диету многие из нас работают умственно и потом стараются новости что-то в мире происходит я переживаю там каждой новости сидят читают что-то выискивают так далее тоже очень напрягает мозг мозг должен отдыхать бывает часто работа после работы там изучение там английского языка там еще какого-то языка там еще учета изучения какие-то курсы это тоже ну напрягает человек пытается развиваться много читает вот интересная разная информация но большинство информации это к сожалению на человека никак не повлияет да он будет более информирован будет знать что в прошлом было там и так далее но эта информация мало что человеку дает то есть лучше в каких-то моментах все-таки выбрать полный полноценный отдых чтобы мозг восстановился эту работу которую вы выполняете каждодневную выполняли на сто процентов не на 70 процентов и выполняете потом вами начальник недоволен или вы собой недовольны ли ваша семья вами недовольна то есть нужно расставить жизни приоритеты что самое главное в жизни до что надо делать адекватно оценить ситуацию посмотреть на себя со стороны нужно ли это сейчас не нужно ли это потому что человек такое создание он пытается все в подряд впитать вот особенно у кого опыта нет кажется тогда вот это мне понадобится это вот мне тоже нужно там я дам вот это паучу я почитаю там я то сделал я все сделал на самом деле вы можете больше себе проблем создать этим и конечно же ту информацию которую мы снасти даем на канале она очень сильно помогает людям жизни и основываясь на этом на этой информации конечно очень хорошо делать выводы куда двигаться что надо делать в первую очередь вот как поменять свою жизнь проанализировав и многие не умеют анализировать свою жизнь многие себя со стороны не видят многие всегда оправдываются скажем так негативные привычки там окоголь курение там злоупотребление там какой-то пищей которая плохо влияет на здоровье так далее то есть человек себя оправдывает всегда я устал я не могу там я там это я там то и ко мне это тоже относится не только вам это рассказывать к себе тоже я стараюсь таким образом относиться потому что не во всех жизненных ситуациях можно адекватно себя оценить просто когда очень много долго работаешь по мне даже да вот я даже не замечаю что я ем то есть когда мозг загружен 101 процент от того что возможно да и ты понимаешь ты пришел там что-то поел потом ушел забыл ой а почему я вот это забыл поесть я же там хотел это поесть даже полезно если вспоминаешь вечером что это ты не поела уже там 910 вроде есть уже не надо и ты понимаешь елки-палки что делать но это три дня там не ел морковку например или там а у тебя нагрузка на глаза например это она там постоянная то есть требующая рациона определенного и ты витамин а там либо это каротина ниоткуда больше взять не можешь в твоем питании этого не было в течение нескольких дней ты понимаешь туда надо поесть пойти это важно то есть таким образом вся вот эта информация она очень сильно поможет вам улучшить свою жизнь методы виды отдыха они бывают разные до сегодняшняя лекция на именно посвящена вот именно что вы обратили свое внимание как нужно отдыхать и насколько важен отдых потому что мозг это центральный орган которым тоже нужно давать расслабляться благодарю за внимание сил развития смотрите побольше наши видео не забывайте подписан на телеграм-канал наш там цензура нет успехов всех благ до свидания